С начала года в республике произошло 117 пожаров, в которых погибли 19 человек. Вопросы безопасности должны быть на особым контроле. Об этом говорил на видеоконференции Михаил Игнатьев. Она традиционно проходит по субботам. Обсуждали на ней и другие вопросы. За прошедшие сутки пришли взять буквально 6 пожаров. В том числе 3 пожара в жилых домах, 2 бани и 1 автомобиль. С учетом того, что я сказал, уважаемые коллеги, главы администрации, главы сельских поселений, соответствующие службы. Понятно, одними инструментами, рычагами органов власти, наверное, тяжело все это управлять. Но в то же время мы со всеми службами, включая участковых пожарных, должны применять более жесткие меры к тем нарушителям, которые безответственно подходят. Еще одна тема субботнего разговора – строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в Чувашии. Задачи на 2014 год непросты. Было предусмотрено выделение средств, учетом средств местных бюджетов, общей суммой 2 миллиарда 735 миллионов рублей, что составляет 137% в соответствующем периоду прошлого года. Фактическое финансирование работ в 2013 году на всей сети автомобильной дороги Республики составило 2 миллиарда 494 миллионов рублей, или 99,6% от назначений. Общий объем выполненных дорожных работ с учетом выделенных средств и из местных бюджетов у нас составил 2 миллиарда 753 миллионов рублей, или 101% годового плана. Соответствующее сравнение с цифрами предыдущего года показывает рост на 42%. 2 миллиарда рублей – таков объем средств Денежного фонда Чувашской Республики на 2014 год. На строительство и реконструкцию автомобильных дорог предусмотрено 884 миллиона рублей. 60 миллионов рублей направляется на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. Зашла речь на видеоконференции и о здоровье жителей. В прошлом году прошла масштабная диспансеризация. Более 200 тысяч человек озаботились своим самочувствием. Более тысячи отказались от проверки. А зря. По данным министерства, более 60% имеют факторы риска хронических заболеваний. У многих жителей Чувашии проблемы со здоровьем из-за нерационального питания. Не все дружат со спортом. Поэтому такие диагнозы, как повышенное артериальное давление, ожирение, эндокринные заболевания, становятся весьма распространенными. Хронические неинфекционные заболевания у нас определяют порядка 70% смертности. Это болезни системы кровообращения, это онкологические, злокачественные новообразования, болезни органов пищеварения. И, естественно, в рамках дорожной карты у нас обозначены показатели по снижению смертности от этих ведущих причин. Профилактика и еще раз профилактика, подчеркнул глава республики. Только тогда можно говорить об улучшении здоровья. И вопрос диспансеризации выходит здесь на первый план. Дарина Игнатьева, Игорь Поручиков, Евгений Анисимов, Республика.